Здравствуйте, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Процветок. Я Светлана Сотникова, ландшафтный дизайнер и растениявод. Сегодня мы с вами обсудим вот это замечательное растение. Все догадались уже, о чем пойдет речь. Это голубика. За океаном ее называют черникой высокорослой. Мы же ее знаем больше под названием голубика садовая. Сейчас конец июля и этот кустарник уже в середине своего плодоношения. Много ягод отсюда уже собрали, но она созревает, как вы можете обратить внимание, постепенно. На каких-то кисточках есть и спелые ягоды, и неспелые, и очень даже еще маленькие завязи. На каких-то кисточках уже ягода практически вся созрела. То есть плоды собираем, новые назревают. Очень многие люди хотят выращивать голубику на своем участке, потому что она действительно вкусная. Если вы никогда не пробовали, вы можете приобрести в гипермаркете ягоды и попробовать. Тогда вам сразу же точно захочется посадить такое же растение у себя. Что хочу сказать о голубике. Голубика растение весьма и весьма неприхотливое. Самое главное, что вы можете сделать для голубики, это подобрать ей правильное место в саду и правильно подготовить посадочную яму. Тогда голубика будет вас радовать урожаем. Особого ухода, если вы изначально все сделали правильно, голубика не требует. Что важно для этого растения? Многие люди знают, что голубика растет в лесу, и поэтому пытаются высадить ее куда-то в тень, под полок деревьев и так далее. В природе голубика действительно растет в лесу. Но это немножечко не та ягода. Это все-таки относится к... Это все-таки больше похоже на чернику. И заметьте, что оно растет-то в лесу, да, но оно растет в лесу на полянах, на ярких, освещенных, солнечных полянах. Я хочу подчеркнуть, я хочу обратить ваше внимание на то, что этому растению нужно солнце. Утром, в обед и вечером, с утра до вечера, чтобы на той полянке, где она у вас растет, было солнышко. Тогда вы будете собирать хороший урожай ягод. Если вы посадите ее в тень или полутень, голубика сможет расти, но таким обильным урожаем баловать вас, к сожалению, не станет. Второй момент. Голубике нужна влага. Голубика очень-очень любит воду. Поэтому это растение нужно как можно чаще поливать. Обратите внимание, что у меня голубика растет под сосной. У этих двух растений очень схожие потребности, очень схожие места обитания. Влагу они любят, и то, и другое. Но почва должна быть хорошо дренированная. Что это значит? Это значит, что вода должна уходить. То есть песочек. Вода не должна задерживаться возле корней. Но воды должно быть при этом много. Поэтому поливайте часто. Но если застой влаги получится возле корневой шейки, возле основания куста, то кустик может погибнуть. Поэтому при большом количестве воды позаботьтесь о том, чтобы эта вода поступала и уходила, но не застаивалась. И еще один самый важный момент. Голубика должна расти только в торфе. Почему так происходит? Я постараюсь объяснить простыми словами, чтобы было понятно. Так, как мне объяснил однажды фермер, который выращивает голубику в промышленных масштабах. Мы много знаем о растениях, много знаем о их системе питания, о том, как они получают из земли питательные вещества. И знаем, что на корнях у каждого растения обитают микроорганизмы, бактерии, обитают грибки, которые помогают растению усваивать пищу. То есть получать из земли питательные вещества. Грибки на корнях перерабатывают эту органику, перерабатывают эти питательные вещества, и растение может их легко усваивать. Так вот, у голубики это единственный способ питания. То есть иначе питаться она просто не может. Только с помощью грибков, которые живут на ее корнях. Особенность же этого вида грибков, который питает голубику, состоит в том, что развиваться и полноценно жить он может только в торфе. Не в песке, не в глине, не в какой-то другой земле с добавлением торфа. А именно в торфе. Поэтому, когда мы готовим посадочную яму, мы выкапываем ее достаточно большую и засыпаем ее торфом. Кислым верховым торфом. Он имеет, как правило, такой рыжий оттенок. Либо на упаковке будет написано верховой торф. Это то, что подходит голубике. В принципе, бруснику и клюкву, если вы выращиваете, оно тоже растет именно в таком же субстрате. Голубика очень любит кислую почву. Поэтому мы берем кислый верховой торф. Голубика очень любит полив. Я уже об этом сказала. Но голубики, вот нашей такой средней, умеренной кислотности, даже недостаточно. Поэтому голубику нужно хотя бы один раз в несколько недель поливать дополнительно подкисленной водой. На ведро воды на 10 литров вы можете выдавить лимон или бросить столовую ложку лимонной кислоты или вылить полстакана уксуса. Или, опять-таки, прокисшее молоко, яблочный опад и так далее. То есть любые вещества, которые могут дать дополнительную кислотность, можно добавлять в посадочную яму голубики. Подливать, подсыпать, подкладывать. Для того, чтобы все это, во-первых, выглядело красиво, я понимаю, что можно насыпать яблочный опад под корни, но это же будет неэстетично с точки зрения дизайна, с точки зрения сада. Мы можем замульчировать голубику древесной корой. Кора берется хвойных пород. У меня сосновая кора. Она дополнительно закисляет почву. Точно так же, как и сосновая иглица, то есть опавшие иголки. Это все тоже дает дополнительную кислотность. Это все помогает сохранять некоторое количество влаги. И это все закрывает какие-то неприглядные вещи, которые вы набросали под голубику, для того, чтобы ей было вкусно и хорошо. У меня земля песчаная, поэтому вот здесь я выкопала просто обычную посадочную яму в песке и насыпала туда вниз торф, в посадочную яму. В любом случае, песок имеет очень хорошую способность к дренированию. И влага эта из торфа, она там очень сильно не задерживается возле корней. Она все-таки вытягивается песком, она уходит в песок. Поэтому здесь у меня голубика сидит как бы в земле и никаких специальных ухищрений, ничего специального не видно. То, что я для нее сделала. Но если у вас земля глинистая, если у вас какие-то другие условия, то для голубики строят специальные грядки, приподнятые грядки, на которые мы с вами сейчас посмотрим. Вот здесь вы можете увидеть грядку, приподнятую. Выполнена она из толстой доски. Доска установлена на землю. И вот это все пространство засыпано верховым торфом. Сверху у меня закрыта геотканью. И замульчирована корой. Черная ткань, полосочку, наверняка вы знаете, что это такое. Корой замульчирована, во-первых, потому что с влагой, в любом случае кислота через ткань, через отверстия проходит, голубики. Во-вторых, потому что черная ткань на солнце, а вы помните, что солнце, черная ткань очень сильно нагревается и слишком сильно высушивает торф. Поэтому я ее замульчировала и для декоративного эффекта, и для пользы нашего растения. Кирпичи здесь лежат для того, чтобы ткань не поднималась, не оттопыривалась. У меня животные есть на участке, собаки, они любят копать. Поэтому, собственно, от них я вот это все дело прижала. На этих кустах вы уже практически не видите урожая, потому что мне не удалось его сохранить до дня съемки. Но одну веточку я все-таки от домочадцев уберегла. Сейчас мы ее покажем. Вот такой урожай голубики вы можете иметь, если немножечко постараетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова